Всем привет! В этом ролике вяжем слитки, домашние тапочки, вяжутся элементарно. Вяжем на двух спицах, подошва без шва, очень удобные, очень комфортные, мягкие и нарядные. Завязать можно на любой размер. Вяжем из красивой нарядной пряжи Гималая Dolphin Festival. В составе 85% микрополиэстера, 15% полиамида. На 100 грамм мотке 100 метров. Мой цвет 81-121, красивый темно-синий. Палитра пряжи представлена с вот такими нарядными твидовыми вкраплениями. Они обладают светоотражающим эффектом. Пряжа очень мягкая, нежная и приятная на ощупь. Плюш плотный, яркие цвета в процессе эксплуатации не линяют. Пряжа подойдет как для детского вязания, так и для взрослого. Также отлично подходит для вязания игрушек и аксессуаров. На слитки у меня ушло меньше одного мотка. Для работы здесь рекомендуется спица номер 8. Но тапочки наши должны быть поплотнее. Я вязала их на спицах номер 7. Для начала работы нам понадобится мерка длины стопы. У меня размер 37, длина 23,5 см. Вычитаем 10% из нашей мерки. В 1 см у меня 1,1 петли. Умножаем полученную мерку на плотность. И получаем необходимое количество петель. Я набираю 23 петли обычным способом. Кромочные здесь не нужны. Набираем ваше количество. Разворачиваемся. Вяжем лицевой гладью. В изнаночных рядах все петли изнаночные. Провязываю все петли за переднюю стенку, чтобы они не скрещивались. Довязываем ряд до конца. В лицевых рядах все петли лицевые. Провязываю лицевые петли за заднюю стенку. Продолжаем вязать в изнаночных рядах изнаночные. В лицевых рядах лицевые. Нам необходимо провязать высоту 18 см. Эта мерка одинакова для следков всех размеров. В одном сантиметре у меня 1,6 ряда. Умножаем 18 см на нашу плотность. Получаем необходимое количество рядов. Я провязываю 29 рядов в высоту. После того, как провязали нужную высоту, закрываем петли обычным способом. Кромочную снимаем. Провязываем петлю по узору. Накидываем предыдущую. Здесь у меня все петли лицевые. Накидываем предыдущую. У нас получается вот такой прямоугольник. Аналогично вывязываем точно такую же деталь. Вставляем оставшийся конец нити или новую нить в иглу с широким ушком. Складываем нашу деталь пополам. И по кромочным будем стягивать наше полотно для формирования мыска. Подхватываем ближнюю к нам стенку каждой кромочной. Затягиваем. Уводим нить наизнанку. С изнаночной стороны закрепляем. Делаем небольшой узелок. Для надежности можно повторить. Поворачиваем изделие на лицевую сторону. Этой же нитью нам надо продолжить шов, оставляя небольшое место для разреза слитка. Для того, чтобы наша нога спокойно в него входила. Надо шить примерно половину петель. Я оставлю 11 петель непрошитыми, как мы выполняем шов. Подхватываем дальнюю стенку кромочной. На второй дали ближнюю стенку кромочной. Дальнюю стенку кромочной. На второй стороне ближнюю стенку кромочной. Элементарный, простой шов. Для того, чтобы стянуть деталь. На дальней стороне подхватываем дальнюю стенку кромочной. На ближней стороне ближнюю стенку кромочной. Ни одной кромочной не пропускаем. и продолжаем сшивать примерно половину всех петель. Я оставила 11 петель непрошитыми. Здесь мы нить закрепляем с изнаночной стороны, делаем узелок и сразу прячем конец нити, уводя в наш шов с изнаночной стороны. Следующий этап формирования пятки. Будем выполнять такой же шов, оставляя 2-3 см, не доходя до конца пятки. Здесь точно так же подхватываем дальнюю стенку дальней кромочной на дальние детали, ближнюю стенку кромочной на ближние детали, дальнюю стенку следующей кромочной, ближнюю стенку следующей кромочной. Я не дошила 3 кромочные. Здесь мы подхватываем стенки по кругу, точно так же как мы стягивали мысок 6 стенок кромочных я подхватила и затягиваем вводим нить наизнанку закрепляем прячем стирать слитки можно в машинке я стирала на режиме ручной стирки очень удобные быстро вяжутся и красиво смотрятся ноги спасибо вам за внимание пишите в комментариях чтобы вы хотели еще связать из плюшевой пряжи мы разберем ваше изделие не забудьте подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео будем вязать вместе